В главном поединке Андеркарта мы увидим поединок за право временного обладания титулом чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе, который проведут 30-летний Рейс Алим, занимающий вторую строчку рейтинга, и 28-летний Вик Пасильас, расположившийся на 8-й рейтинговой позиции. Первое, что приходит на ум, если говорить о поединках интеримов по версии WBA, так это полнейшая профанация чемпионства и поединки, которые по сути оторваны от действительности. Ну сами посудите, обладателем титула чемпиона WBA Gold, изначально презентовавшийся Джельберто Миндоса, это была позиция обязательного претендента. И таковым является 30-летний Ронни Риос. Но вот дело в том, что Риос, владеющий золотым титулом от WBA, в прошлом году даже не приближался к рингу, чтобы защитить свой статус и оспаривать титул обыкновенного чемпиона мира, который принадлежит 24-летнему Брэндону Фигуэро. Вместо боя против Риоса Фигуэро провел защиту своего пояса против 20-летнего ноунейма Дамьена Васкеса. И вот исходя из этого и возникает резонный вопрос об огромном количестве обязательных претендентов, которые так и не получают своего права на проведение боя против обладателя титула чемпиона мира. Впрочем, давайте вернемся к поединку Рейс Алим против Вика Пасильеса. Если посмотреть прошлые поединки Алима, то можно констатировать, он быстро в футворке, но слишком широк в своих ударах, которые наносят несколько раскоординированно. Единственный заметный плюс Рейса его быстрый и точный джеб, за которым он весьма своевременно продолжает свои атаки. Если же говорить о Пасильесе, то он является достаточно квалифицированным боксером с хорошей работой ног, быстрыми ударами и приличной защитой. Мы предполагаем, что катализатором поединка выступит именно Алим, что предложит Пасильесу весьма плотный бой в среднем темпо-ритме. Но Пасильес, дав вымахаться Алиму в первых трех раундах, начнет перебирать его сначала в ответных атаках, а потом и нападаст ему как на встречных атаках, так и на атаках на опережении. Со второй половины боя преимущество Пасильеса будет практически полным, когда функциональность Алима начнет падать. С большой долей вероятности можно говорить о том, что поединок закончится победой Вика Пасильеса на картах всех трех судей.